Добрый день, дорогие девятиклассники! Мы продолжаем серию наших занятий, посвященных подготовке к обязательному экзамену по русскому языку. Цель сегодня нашего занятия это лексический анализ и сегодня мы с вами попробуем разобраться в этом задании. Обратите внимание, лексический анализ, задание восьмое, это анализ, поиск, нахождение в тексте, исходном тексте синонимов, антонимов и фразеологических оборотов, фразеологизмов. Судя по вашим отзывам, вы хорошо разбираетесь в синонимах и антонимах и умеете их находить, а вот некоторые испытывают затруднения в поиске и в отборе фразеологизмов. Поэтому сегодня мы попробуем разобраться и найти ответы на эти вопросы. Первый вопрос, что такое фразеологизм? Фразеологизм, определение говорить научным языком, это, конечно же, у нас устойчивое выражение, устойчивое выражение, целостное выражение в переносном значении. Если я буду говорить фразеологические обороты, они как человек, например, вы сегодня мечтаете или витаете в облаках? У вас ушки на макушке или глаза устали? То есть, собственно, я говорю вам некоторые классические фразеологические обороты, используя их в своей повседневной речи. Итак, рассмотрим последовательно, как же выполнить это задание? Дается исходный текст. Для удобства мы сегодня фрагменты исходных текстов из 20-го года мы с вами взяли только фрагменты, поэтому смотрим. Формулировка следующая, читаю, в предложениях 22 и 23 найдите фразеологизм. Выпишите, выпишите этот фразеологизм. Первое, что мы делаем, это, конечно, читаем про себя исходный текст или можно полушепотом. Мы же учимся в одной школе. Разве ты меня не видел? Не видел. Какой ты невнимательный, сказала она. Я слышал твой голос. Я услышал твой голос, сказал я. Ты узнал меня по голосу? Нет, другое. Я хотел узнать тебя из-за голоса. Тебе понравился мой голос. Понравился. Это было не то слово. Вам учителя в первую очередь объясняют, что фразеологизмы не выделяются на письме запятыми, то есть это не обособленные члены предложения. К фразеологизмам можно поставить вопросы, они выполняют синтаксическую функцию, синтаксическую роль. Давайте решать пошагово и находить, анализировать каждое предложение. В первом предложении мы учимся в одной школе, мы не видим такой связки, где бы слова взялись бы за руки. То есть, вы знаете, можно метафорично объяснить ненаучным языком, когда фразеологические обороты взялись за руки, их нельзя разделить. Из огня да в полумя. Душа ушла в пятки. Нельзя их расчлинить. Попробуем найти такое целостное выражение в этих предложениях. Во втором мы не видим. В третьем, четвертом, в шестом, в седьмом, восьмом, в двадцать восьмом. Для удобства, для экономии времени я пытаюсь быстро читать и быстро выполнять. Но вы на экзамене, конечно же, будете дотошно выполнять это задание, при этом наблюдая, решая весело эту лингвистическую задачку. В двадцать девятом, безличное предложение, нет. В тридцатом, нет. В тридцать первом я не вижу. В тридцать втором, обратите внимание, перед нами диалог, одни неполные предложения, большинство назывные, безличные или односоставные. И в тридцать третьем я здесь делаю, указываю предложение и читаю еще раз. Это было не то слово. Не то слово. Вы видите, как интонация, я подсказываю вам значение. Вот у нас целостное выражение, целостное выражение, которое считается фразеологизмом. Это и есть фразеологизм, не то слово. Можно заменить синонимичным фразеологизмом или же подобрать нему фразеологический антоним. Антоним. Это легко делается. И все это мысленно и быстро. Попробуем решить второе задание. Во втором задании мы также видим фрагмент знаменитого рассказа Драгунского и читаем и находим фразеологический оборот. Текст перед вами, поэтому я читать его не буду. Надеюсь, вы очень хорошо сами прочитаете про себя. И дальше мы ищем фразеологический оборот, зная, что он обладает целостностью, зная, что он обладает устойчивым выражением, зная, что это несколько слов. И, конечно же, он выполняет. К нему можно поставить вопросы. И он выполняет синтоксическую роль, а еще он не выделяется запятыми. Итак, в 12-м предложении, в 13-м, в 14-м, мы видим, да, сложно сочиненное, сложно подчинительное связью предложение. В 15-м, 16-м, 17-м, 19-м и 19-м. Итак, я очень быстро стараюсь сканировать. Надеюсь, также вы быстро прочитали все предложения и отбросили ненужные варианты, удалили ненужные варианты. И в последнем предложении еще раз читаю. Давай тренируйся сколько душе угодно. Вот здесь мы видим, опять же, устойчивое выражение. Укажем границы. Сколько душе угодно. Да, душе угодно. Вот перед нами устойчивое выражение, фразеологизм, обладающий целостностью. И, конечно, можно к нему подобрать синонимичный фразеологический оборот. Либо же найти антоним. Антоним. Перейдем к третьему заданию. В третьем задании, опять же, внимательно читаем все предложения. И у нас установка следующая. Нам надо найти фразеологизм. Зная некоторые признаки фразеологизма, зная, что здесь могут быть и ловушки, давайте, малоупотребительные. Но, конечно же, вы знаете, что фразеологизм бывают исконно русские, бывают другого происхождения. Библейские фразеологизмы из античной литературы, мифов. Ну и, конечно же, здесь мы видим в предложениях, да, вы уже читаете, когда я говорю. Самым вашим большим помощником, если вы не знаете значение фразеологического оборота, вы можете справиться в фразеологическом словаре, найти этот фразеологизм и прочитать внимательно значение этого фразеологического оборота. Обратим внимание, здесь в каждом предложении есть слова и сочетания. Понятно, что здесь есть и существительное общего рода. Надеюсь, все вы знаете значение слова растяпа. Да, растяпа. Далее. И в этом же предложении, 20-м, есть, конечно же, фразеологический оборот, как мы видим, с днем с огнем. С днем с огнем не сыщешь. Вот в этом предложении мы находим кусочек, кусочек фразеологизма, фразеологизма ободающий целостнюю и неделимостью. Его нельзя делить. Нельзя употреблять или говорить. Проверим. Эту растяпу в розовом теперь днем не сыщешь. Исчезает само значение фразеологизма. Или давайте попробуем преобразовать по-другому. Эту растяпу в розовом теперь с огнем не сыщешь. Тоже мы членим фразеологический оборот, и тогда у нас фразеологизм теряет. И таким образом мы нашли правильный ответ в этом задании. И в бланке ответов мы запишем полностью фразеологизм. Следующее задание – это четвертое. Здесь мы видим интересный текст, рассказ Лиханова. И как раз видим, что очень много здесь выразительных средств. Мы видим и средства выразительности, но это другое задание. Это задание как раз получается, где мы должны находить аппетиты, олицетворение и сравнение. Ну а сегодня мы говорим о лексике, все, что связано со словом. Итак, фразеологизм. Ищем. Пламя рванулось верхметровым языком, сразу затрещали перегородки и сухие бревна. И далее вы читаете. Здесь, конечно же, вы можете проверить себя за экраном. Вы можете также догадку свою. Давайте проверим. В 27-м предложении его нет. Сужаем круг. Далее. Во всех остальных предложениях тоже вы, наверное, увидели, что фразеологизмов нет. Но вы нашли как раз у нас в предложении 28-м. Как ни в чем не бывало. Обратите внимание, у нас как раз вот он стоит, фразеологический оборот. Давайте проверим нашу догадку. Отбросим фразеологизм. Теряется ли смысл предложения? Теряется ли значение фразеологизма? Обязательное условие. Это целостность, неделимость, устойчивое выражение. Федор поднял голову, голуби носились не бывало? Нет. Федор поднял голову, голуби носились как? То есть как раз таки мы нашли фразеологизм, обладающий переносным значением, обладающий целостностью. И если вы не знаете, еще раз повторяю, значение тех или иных фразеологизмов, обязательно найдите фразеологический оборот и сверьте свои знания. Следующее задание – это пятое. Здесь также мы тренируемся и находим фразеологический оборот. Но здесь нам разработчики облегчили нашу задачу. Они дают значение от одного к другому. Итак, быстренько вы про себя прочитаете текст в рамках одной передачи. Мы попробуем решить быстро это предложение. Здесь, конечно же, мы видим в 16-м предложении фразеологический оборот из рук в руки. Действительно, фразеологизмы обогащают нашу речь, делают ее образной. Недаром наверняка у вас есть выражение, когда учителя говорят «по уши в егэ». Или же мы говорим и не только положительные, но и отрицательные значения фразеологизмов. Таким образом, в пятом задании ответ из рук в руки. Ребята, я думаю, вам стало яснее, вам стало четче и нагляднее уметь находить фразеологизм в любом художественном тексте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ